ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезные проблемы с защищенной связью и с обменным данными между разными родами российских войск стали одной из причин неудач армии рашистов при наступлении в Украину. Архис, Архис, я Донбай. Алло, диспетчер, мы падаем, падаем, что? Падя, падя, вычеркивает. Не понял, что? За три дня Киев взяли? Ну, я не знаю. У нас нет новостей, нет связи, клянусь, нет ничего. У нас не рации, вообще нифига нет. После взятия в плен некоторых российских солдат ВСУ показали, чем пользуются россияне для связи между собой. Это обычные дешевые гражданские рации, сделанные в Китае. Низкая надежность этих каналов связи, в связи с чем они вынуждены иногда переходить на нестандартные средства, те же мобильные телефоны, где их прослушивают достаточно успешно. Российские солдаты общаются по незашифрованным высокочастотным каналам, что позволяет их подслушивать. Современные же средства связи военного класса шифруют сигналы и меняют частоту, на которой они работают много раз в секунду. Поэтому их невозможно перехватить. Но нельзя сказать, что у россиян нет хороших средств общения. В 2012 году в России начали изготовлять радиостанции «Азарт», которые имеют один из передовых показателей. Например, встроенное шифрование и система совместима со всеми имеющимися армейскими радиостанциями. В планах было обеспечить всю армию азартом. И даже деньги были. Но не получилось. Дело в том, что некоторые компоненты якобы российского производства были на самом деле импортированы из Китая. И при покупке этих компонентов около трети от общего бюджета закупок, а это 18,5 миллиардов рублей, 240 миллионов долларов на тот момент куда-то внезапно пропали. Соответственно, деньги списали. А азарты сделали только в очень маленьком количестве. Ваня, Ваня, вычеркиваю! Это не только азарт. Это, начиная со стратегического, кончая тактическим уровнем, средств связи. Это хроническое воровство, которое присуще, скажем, не только российской армии, а вообще российскому обществу. В России есть и другие радиостанции, но азарт может быть с ними просто несовместим. Если элитно-воздушное десантное подразделение имеет современные радиостанции азарт, но поддерживающая его артиллерия использует устаревшие системы или коммерческие комплекты, в конечном итоге связь между ними будет незащищенной. А украинские вооруженные силы этим успешно пользуются. Они не просто перехватывают разговоры россиян, но и не дают россиянам возможности скоординироваться. Они запускают на частоты, используемые российскими войсками, музыку в стиле хэви-метал, иногда даже во время боя. В то же время и самолеты НАТО, летающие возле западных границ Украины, также перехватывают радиосигналы российских войск и передают эти данные украинской стороне. Есть еще один плюс в этой ситуации для ВСУ. Отсутствие связи вынуждает старших российских офицеров лично идти вперед и отдавать приказы. И как пишет New York Times со ссылкой на источники в армии США, из четырех российских генералов, уже убитых в Украине, как минимум один погиб после того, как противнику удалось засечь его местоположение благодаря звонку по незащищенной линии. Абонент временно недоступен.